Значит, первый эффект. Кулоновское отталкивание либо уничтожает сверхпроводимость, либо понижает температуру перехода. Фактически, когда там пытаться по формуле БКШ рассчитать параметры взаимодействия, то мы считаем, на самом деле, разницу между потенциалом протяжения и кулоновским степдопотенциалом. Вот так. Ну, давайте сейчас посмотрим на второй эффект. Значит, я напомню, ой, изотопический эффект. Модели БКШ, чистые модели без кулоновского отталкивания, ТС пропорционально омега Дебая, а Дебаевская частота пропорциональна единица на корень z. Ну и поэтому, значит, записывают так ТС для разных изотопов одного и того же элемента, это как некая константа, деленная на m в степени 1,2. Ну и вот этот показатель альфа, m, значит, альфа, альфа – это здесь 1,2 показатель изотопического эффекта. Вот этого выражения для изотопического эффекта можно придать несколько иной формы. Давайте сделаем так. Давайте будем считать, что у нас масса немножко изменилась, получила небольшое превращение в вариацию. И в силу этого возникла вариация температуры перехода. Значит, температура перехода плюс небольшое изменение в вариации, это есть результат, c, m, плюс дельта, m, 1,2. Вот это в модели БКШ. Тогда, значит, это можно приближенно представить так. Давайте рассматривать, вынесем m в степени 1,2, здесь единица плюс дельта m на m в степени 1,2. Вот это малый параметр. или, если его, значит, разложить, корень квадратный, потом учесть, что это в знаменателе, это можно представить таким образом, c, m, 1,2, минус 1,2, это константа c, дельта m на m. Так, отсюда вариация дельта c минус 1,2, c, дельта m на m. Если поделить дельта c на tc, мы получим минус 1,2, m на m. Вот так. Если, предположим, чтобы у нас бы tc зависело не как корень квадратный от m, а было бы tc, было бы пропорционально единица на m в степени альфа. Какая-то другой какой-то показатель степени. Ну вот, если бы точно такую же манипуляцию было делать с вариациями, тогда бы мы получили дельта tc, tc было бы минус альфа на дельта m на m. То есть, фактически, значит, для того, чтобы знать величину джатопического эффекта в наших расчетах, надо найти вариацию температуры как функцию вариации массы. Ну и коэффициент перед этой вариацией массы он будет показателем джатопического эффекта. И вот теперь давайте эту манипуляцию проделаем для нашего случая вот нашей уточненной формулы вот этой kb, tc, 1, 134 h омега d2 экспонента минус лямбда минус мю, где мю, вот это тоже, является функцией h омега d2. Ну давайте, значит, надо нам отсюда выделять вклады пропорциональные вот этой малой величине. Начнем с логарифма e-ферми на h омега d2. Так, значит, записываем так логарифм e-ферми. Дебаевская частота, это есть c делить на массу в степени 1,2. Значит, это m плюс дельта m, 1,2. Вот, начинаем разлагать логарифм по малости дельта m. Значит, это логарифм e-ферми на c на масса 1,2. Так, плюс логарифм единица плюс дельта m на m в степени 1,2. Значит, пробеженно это логарифм e-ферми на c, m, 1,2. Так, 1,2 выносим сюда, логарифм единица плюс дельта m на m, где это маленькое, значит, это 1,2 дельта m на m. Вот, малую величину здесь и выделили. Дальше поехали в псевдопотенциал. Так, m, значит, что это у нас? Ро, 0, В, С. Давайте здесь выделим. Единица плюс Ро, 0, В, С. Дальше стоит логарифм вот этот, логарифм. Так, логарифм мы представили в таком виде. Значит, ВС логарифм e-ферми на c на m 1,2 плюс 1,2 дельта m на m. Ну, опять-таки, малая поправка стоит в знаменателе этого выражения. Её надо перекидывать и вверх. Начинаем последовательно выделить надо линейный вклад. Надо выделить линейный вклад вот по этому малому отношению. Эпсилон в ферме на c на m 1,2. Вот такое выносим общий множитель. А там останется единица. После вынесения общего множителя это вот 1,2 дельта m на m. Это всё равно знаменатель дроби. Ну что, вот эту добавочку линейную по дельта m перекидываем вверх. А вот этот общий множитель, это есть мю со звездой всердопотенциалом. Значит, это примерно единица минус мю 1,2 дельта m на m. Значит... Что в результате? Мы нашли вариацию псевдопотенциала. Псевдопотенциала. То есть, вариация псевдопотенциала, я говорю, она есть минус мю в квадрате 1,2 дельта m на m. Значит, вариацию псевдопотенциала нашли, который стоит в показателе. Стоит в дроби, являющейся показателем экспонента. Теперь, значит, экспоненту надо таким же образом курочить. Значит, дальше экспоненту начинаем. Минус единица, лямбда, минус мю, которое, значит, сразу выпишу вариацию дельта мю. Начинаем по малости экспонента. Минус единица, лямбда, минус мю. Единица, минус дельта мю, лямбда, минус мю. Вот так. Ладно, значит, эту экспоненту не трогаем. Вмноженный на эту экспоненту показатель близкий к единице. Начинаем раскладывать в ряд. Значит, приближенно. лямбда, минус мю в квадрате. Так. Итог подведем, значит. Итог. Явный вид вот этого дельта мю подставляем. Единица, плюс одна вторая. С экспонентой вы расправились. То есть, выделили в ней вклад линейный вот по этому малому параметру. Точно так же ещё надо учесть, что перед экспонентой стоит. Мю дельта мю. Ну, плюс дельта мю. Ну, это мы уже знаем. Это здесь С. В степени м одна вторая. Единица, минус одна вторая. Дельта мю на м. Теперь. Надо эти два члена перемножить. Этот на этот. При этом, значит, линейный вклад получится от суммы вот этого и вот этого. Ну, и в итоге, значит, запишем дельта ТЦ, поделим на ТЦ. Подпишу ответ. Итог. Дельта ТЦ делить на ТЦ. равняется минус одна вторая. Единица. Минус мю со звездой. Гамда минус мю в квадрате. Дельта мю на м. Ну, и вот, в соответствии с нашей идеологией, вот коэффициент, стоящий перед дельта м на м, это есть показатель эзотопического эффекта. С учетом кулоновского взаимодействия, мы выписываем окончательный вид. Альфа. Что мы видим? Мы видим, что, в общем-то, случай, за счет кулона, за счет кулона, у нас получается, что показатель эзотопического эффекта должен быть меньше, чем одна вторая. То есть, чисто в теории БКШ, из учета кулона, это одна вторая, а вот поправочный член. Во-вторых, ну, посмотрим вот на величину вот этой поправочного члена. Когда может быть, что мю на лямбда мю больше единицы? Если мю на лямбда мю больше единицы, альфа сменит свой знак. Это будет означать, что альфа поменяла знак, наоборот, аномальный пошел изотопический эффект. Более тяжелый изотоп дает более высокую температуру перехода. Когда это будет выполняться? Это будет выполняться, если мю больше, чем лямбда минус мю, то есть два мю больше, чем лямбда. Это что у нас? Условия, что альфа отрицательная, аномальный этапический эффект. Сверхопроводимости с другой стороны, чтобы вообще сверхопроводимость была, лямбда должно быть мю. Таким образом, вот если наши безразмерные параметры притяжения через электрон фононы попадет вот в этот интервал, то у нас будет одновременно и сверхопроводимость, и аномальный изотопический эффект. Более тяжелые изотопы дают более высокую температуру перехода. Ну, если, значит, лямбда больше, чем два мю, нормальный изотопический эффект. Эффект. Ну, если измерять показатели изотопического эффекта вот этого альфа, если мы знаем откуда-то из других экспериментов, вот этот, оценим параметры электрон-фононного взаимодействия, ну, скажем там, из экспериментов по циклатронному изонансу, в принципе, можно это вытащить, ну, через эффективную массу электронов, то мы можем оценить величину параметра лоновского псевдопотенциала. Ну, и большинство переходных элементов по разным оценкам – это, вон, мю порядка 0,1, 0,15. Вот 0,1, 0,15. 0,1, 0,15. Ну, а теперь я проведу для любопытства, так сказать, результат измерения изотопических эффектов в простых металлах и из переходных металлах. В простых металлах, в любом, видимо, довольно мало, потому что, если брать, вот здесь я нарисую простые металлы, ну, цирк, 0,45 плюс-минус 0,05. КАДМИ КАДМИ ПАДМИ 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 СОСЕДИ Так, 0,32 плюс-минус 0,07 точность определения ОЛОВА 0,47 плюс-минус 0,02 такие данные РТУЧ на которой открыли изотопический эффект 0,5 плюс-минус 0,03 вот такие Ну, а теперь, если поглядеть на переходных металлах, серопроводимых, то там картинка другая вот я приведу примеры РУТЭНИ значит, это переходные металлы пошли у меня РУТЭНИ ОСМИ МОЛЕБДЕН ЦИРКОНИ РУТЭНИ 0 эзотопический эффект ну, плюс-минус 0,15 ну, РУТЭНИ ну, РУТЭНИ плохо чистится от других элементов платиновой группы и поэтому точность эзотопического эллифента эффекта не мала 0,21 для ОСМИ МОЛЕБДЕН 0,37 плюс-минус 0,04 ну, это ничуть не хуже в общем-то КАДМИЯ ЦИРКОНИ 0,0 плюс-минус 0,05 ЦИРКОНИ чистый тоже трудно получить плохо чистится от ГАФНИРА ну, и для интереса проведем так сказать величины улоновского псевдопотенциала МЮ 0,15 ТЦ 0,493 ОСМИ 0,12 0,655 МОЛЕБДЕН 0,09 здесь ТЦФ, естественно, повыше 0,916 ЦИРКОНИЯ КУЛОНСКИЙ ПСЕВДОПОТЕНСИАЛ 0,17 ну, значит температура перехода 0,53 0,55 градусов Кельвина градусов Кельвина ну, видите там, где кулоновский псевдопотенциал поменьше там температура перехода повыше ну, и соответственно изотопический эффект поближе такой второй а там, где он довольно велик ну, и изотопический эффект ну, и есть, наконец соединение уран как там кристаллизуется в какой-то решетке я не знаю как она выглядит альфа уран называется в нем, значит показатель изотопического эффекта альфа изотопический он отрицепный а когда меняешь изотоп в сложном химическом соединении дело там темное помню мы с пятилетовым считали как говорится в свое время изотопический эффект там в случае скажем двухатом там с достоверностью говорить, что там показатель изотопического эффекта указывает на какой-то конкретный механизм сверхпроводимости по-моему это дело теплое и температура дыба это дело темное в этом третий день допутывание там я понимаю что звучит с учетом там оптических виталий там фононов спектр ну, можно как говорится есть такая гибридная модель модель Людвига это все акустическое и да она значит плотное состояние она моделируется вот это дыбаевской спектра оптика Эйнштейнов любопытная модель к сожалению в свое время я жалко что не посчитал мне ТЦ посчитали с пятилетовым на двух двух Эйнштейновских пикер так ну, напишите ребята Вараговы 12 незатухающий ток и энергетическая щель Игорь Александрович сегодня будет нет он позвонил и сказал что его сегодня не будет не будет ну ребята, ладно тогда мне надо полтинаться мне немножко поганее информация это выдавали и вообще малайна готов ну значит мы показали что если между фаннодами существует протяжение то даже при наличии не очень сильного кулоновского отталкивания может возникать сверхпроводимость но мы нигде не показали что наличие энергетической щели в спектре приводит к появлению токов не затухающих токов то есть ну давайте проведем некие такие палечные рассуждения с помощью которых мы пытаемся показать что наличие щели в энергетическом спектре делает выгодным существование куперовских пар переносящих электрический ток значит я напомню из того что вам считал Эдуард Зябович по кинетике по пространстве вот если у вас есть электроны то они образуют сферу ферми ну вы знаете так сказать скажем сфера ферми КХ так КУ сейчас не могу собрать правую тройку нарисовал векторов или левую ну ладно бог с ним значит правильно угадал существует сфера ферми пока не приложено никакое электрическое поле электроны бегут один бежит вот сюда так сказать несет импульс другой сюда никакого переноса естественно только нет ну предположим что мы включаем электрическое поле в направлении оси Х тогда каждому электрону начинает прикладываться ускоряющая сила ну и в простейшем таком приближении как для классической механики можно написать как для классической частицы вот такое уравнение движения второе производное смещение то есть ускорение масса ну действующая сила начинаем интегрировать получается МХ минус Е Е на Т плюс константа интегрирования значит что такое Х точка это скорость направления Х H М на КХ ну и то есть волновой вектор если вот посмотреть он зависит от времени у электрона прям пропорционально плюс значит H КХ в момент времени это 0 который начальник в какой-то момент который был у электронов вектор КХ вот он начинает неограниченно увеличиваться ну и так немножко мы подождем КХ вырастет очень больших значений скорость вырастет до очень больших значений и так скорость света можно превзойти согласно этим уравнениям классики на самом деле так сказать такое никогда не происходит а происходит следующая вещь электроны начинают ускоряться по действиям приложенного поля как ускорение происходит ну какие-то значит частицы поверхности ферми они ускоряются вот из этого занятого состояния они переходят какие-то свободные элементарные ячейки далеко пространство вот эти частицы на самом деле ускориться не могут потому что там пока не освободится ячейка они туда попасть не могут и в общем процесс ускорения сводится к тому что начинается вот это частицы сюда переходят а эти частицы с этой части поверхности ферми как-то сюда вот тоже сдвигаются в результате через некоторый момент времени допустим таву вот это вся сфера ферми окажется центра тяжести ее сдвинут в долю си икс значит вот центр тяжести в долю си икс вон ее в эту сферу ферми движется потом есть некое определенное время которое называется временем релаксации это оно какое-то среднее время которое частицы двигаются без столкновения потом рассеиваются частицы ускоряются набирают энергию сталкивается с колебаниями решетки с фанонами сталкивается друг с другом сталкивается с примесями отдают накопленную кинетическую энергию и значит скатывается опять назад до старого значения вот будем считать что к какому-то моменту таву они вот сместились вот так сфера ферми центрирована потом значит в момент времени 0 значит т 0 сфера ферми центрирована точно потом в момент времени т таву она сместилась потом опять начинается ускорение это значит таву плюс бесконечность потом значит опять 2 таву она опять вот так куда-то ушла в результате картина в среднем выглядит так как будто бы при приложении электрического поля и переносе тока в этом направлении у нас сфера ферми кажется сдвинутой относительно начала системы координат вот такое вот такое распределение электронов соединенное по времени будет при переносе электрического тока вот такие конечно примитивные палечные объяснения теперь вспомним чем отличается у нас распределение электронов в сверхпроводящем состоянии от нормального состояния все что я там рисовал это картинка нормального состояния при нуле температуру в отсутствие электрического поля электроны в сверхпроводящем состоянии образует тоже некое распределение которое можно описать размытой сферой ферми ну вот давайте я вам помню рисовал вам V квадрат x как функция волнового вектора k значит здесь k ферми в нормальном состоянии распределения электронов до k ферми вот это единица если мы берем сферопроводящие состояние сфера ферми получается размытой вот такое размытое распределение то есть вот у нас такое облако вот как бы оно его до середины плотность его единица так вот этой части а здесь какой то такой размытый расхлябанный край фермерского размазанного распределения сферми не идет никакого тока опять таки пока у нас нет переноса тока у нас одни электроны движутся в одном направлении к x другие в другом направлении то есть переноса заряда фактически нет для того что появился переноса заряда надо чтобы каждая куперовская пара приобрела дополнительный импульс k неравная ноль даже в отсутствие электрического поля то есть пошел ток внутри сверхпроводника поля нет но куперовские пары все приобрели дополнительно импульс к нулю начинают теперь произойти в результате переносить электрический ток что происходит при появлении вот такого ненулевого цена волнового вектора характеризующего куперовскую пару если раньше значит у нас была куперовская пара k спин вверх минус k спин вниз то после того как появился такой импульс у центра масс у нас переходит состояние k плюс k большое а это значит переход в состояние минус k плюс k то есть произошла такая вещь когда значит при переносе электрического тока ну нарисуем схематическую картинку значит вот система координат kx ky значит в отсутствие переноса тока вот значит у нас такая какая-то сфера сферами размазанная была постарайтесь нарисовать симметричнее чем я а когда мы пошел ток произошла сдвижка вот этого распределения центра распределения знака пополам и у нас возникло вот такое сдвинутое размытое распределение поверхности ферми и вот теперь возьмем два электрона входящие в одну куперовскую пару вот таком размытом состоянии один электрон где-то вот здесь другой электрон здесь ну давайте поименуем их значит этот электрон один этот электрон два у этого электрона куперовской пары он близ коферми находился раньше коферми плюс k пополам у этого электрона импульс волновой вектор минус коферми плюс k пополам ну и вот давайте такую парочку мы рассмотрим предположим у нас есть вот эта пара разорвалась это стали два отдельных независимых электрона тогда электрону один выгодно взять после того как он стал разорванным независимым взять вот куда-то переместиться в k пространстве вот сюда куда-то с более низким значением волнового вектора k ну где-то в район электрона так сказать второго значит при этом происходит при таком переходе происходит выигрыш кинетической энергии если раньше этот электрон имел энергию ε1 h квадрат 2m k ферми плюс k пополам в квадрате то разорвавшись и понижая энергию он перешел в состояние какое? примерно h2 h квадрате пополам минус коферами плюс а большое пополам давайте сосчитаем выигрыш кинетической энергии при таком переходе вследствие разрыва пары значит h квадрат на 2m k ферми плюс k пополам минус h квадрат на 2m минус к ферми плюс k большое пополам ну вот если все эти члены расписать ложить ответ выглядит так h квадрат на m к ферми на k большое вот таков будет выигрыш кинетической энергии системы для этой пары электронов если произойдет разрыв пары и он туда сурнется но для того чтобы пара разорвалась надо с другой стороны затратить энергию и меньше на разрыв пары система должна затратить энергию 2m дельта ноль если вот этот импульс центра масс волновой вектор центра масс k м очевидно что выигрыш кинетической энергии будет невелик а проигрыш связанный с разрывом пары большой то есть системе невыгодно пару разрывать если же наоборот вот этот k так сказать переносится довольно сильный ток k большое некий момент становится то тогда получается что выгодно создать системе энергию эквивалентную 2 дельта ноль разорвать пару и чтобы она перешла с выигрыш энергией выигрыш кинетической энергии сравняется с величиной затрат на разрыв энергии куперовской планы то есть иначе должно быть чтобы чтобы h квадрат на m к ферме на к большое критическое равняется 2 дельта 0 ну отсюда определяем величину критического уголнового вектора центра массы 2 m дельта 0 на h квадрат к ферме критический волновой вектор критический импульс отвечающий этому волновому вектору p h c это будет 2 m дельта 0 h ему отдаваем ферме а что это внизу значит вот если вот так выделить это получится 2 дельта 0 на скорость на поверхности ферме это 3 с только множители вывести ну и теперь можно оценить какой критическую плотность тока критическую плотность тока отвечающую этому импульсу критическому ну во-первых критическая скорость электронов в этот момент критический импульс делим на 2m это критическая скорость куперской пары масса 2m или значит делим на 2m дельта 0m дельта dm критическая скорость куперской пары критический ток записываем ну для нуля температур так значит заряд переносимой частицами куперской пары 2e на плотность куперовских пар плотность куперских пар при нуле температур это есть плотность сверхпроводящих электронов делить на 2 ну и теперь на критическую скорость куперских пар скорость ну сокращаем значит ns на e ну и вот это вооружение для скорости дельта 0 m v значит вот здесь это плотность сверхпроводящих электронов а вот когда вот это делить на 2 это плотность куперских пар ну вот мы получили некие выражения для критического тока при котором становится становится выражением выгоден разрыв пар переход электронов части в нормальное состояние если часть электронов переходит в нормальное состояние значит уже ток пойдёт с потерями ну и вот давайте попробуем вот эту формулу выразить через некоторые так сказать наблюдаемые измеримые величины в экспериментах по сверхпроводимости ну потому что нужно связать с некоторыми электродинамическими величинами которые характеризуют сверхпроводник давайте вспомним характерные величины сверхпроводника при налет температур электродинамические во-первых есть глубина проникновения которую мы выводили в своё время лямбда квадрат ноль и mc квадрат 4 π плотность сверхпроводящих электронов при абсолютном нуле это и r квадрат но поскольку плотность сверхпроводящих электронов совпадает просто с плотностью так сказать электронных проводимых следов на 4 и n квадрат так значит отсюда плотность сверхпроводящих электронов или плотность это n связано с глубиной проникновения таким образом можно написать такую формулу 4 π лямбда квадрат 0 и квадрат вот вот эту штуку мы будем использовать для подстановки в следующую формулу давайте сейчас я ответил еще а слава богу замолчали давайте теперь найдем длину когерентности ксенолин при t 0 это мы с вами не делаем оценим длину когерентности я напомню что из теории БКШ известно что функция распределения электронов пока с состоянием преодолеть температуру описывается следующей формулой v квадрат k вот мы когда-то получали формулу 1 2 1 1 минус ε k ε квадрат k плюс дельта квадрат 0 значит энергия электронов отсчитанная от уровня от уровня фермы кинетическая ну и вот это величина щели преодолеть температуру значит ε k вот я напоминаю h квадрат k квадрат на 2m минус e ферме то есть энергия отсчитывается от уровня ферме если взять k 0 то ε равная k 0 есть просто минус e ферме так так вот значит как выглядит v квадрат как функция энергии ε k если взять v квадрат k как функция энергии ε k значит вот 0 начало отсчета уровень ферме вот это значит минус e ферме так распределение размывается давайте вот это v квадрат k распределение размывается в районе поверхности ферме значит где-то это вот так значит у нас единичка точно поверхности ферме это идет через одно второе ну вот значит размытие распределения вот вот этот интервал размытия вот если по этой формуле посмотреть он порядка 2 дельта 0 участок размытия 2 дельта 0 ион e ферме значит так а теперь давайте же эту самую штуку нарисуем как функцию k просто волнового вектора k v квадрат k ну опять значит это будет вот такое размытие даже самое размытие будет происходить в районе к к ферме и вот эта область изменения k обозначим дельта k область неопределенности значения k здесь k так сказать та область дельта k где значит вот это размывается v квадрат k ну и мы можем написать примерное соотношение что дельта k примерно масштаб отношения его к ферме такого же порядка примерно как отношение вот энергии 2 дельта к е ферме отсюда вытекает следующая прикидка дельта k есть 2 дельта 0 е ферме на к ферме есть соотношение неопределенности оно задает область дельта x ту область где меняется сильно волновая функция основного состояния сверхпроводника а значит неопределенность в координате на неопределенность в импульсе в квантовой механике это грубо говоря пропорционально h дельта p оно есть h на дельта k значит вот если это сюда подставить значит дельта x на дельта k это и есть вершина порядка единиц ну что ж что мы тогда можем например выразить дельта x единица на дельта k так смотрим выражение для дельта k значит это епсилон ферми 2 дельта 0 k ферми так поехали дальше дописываем для ферми h квадрат k квадрат ферми на 2m так на множитель 2 дельта 0 на k ферми сокращаем ответ ответ h квадрат ферми 4 дельта 0 на m значит что такое h вверху на импульс с ферми 4 дельта 0 на m так ну а вот это что у нас будет а вот это у нас h на скорость на поверхности ферми на 4 дельта 0 ну вспоминаем уж определение у нас длины когерентности длины когерентности это та область координатного пространства где сильно меняется у нас волновая функция значит ксеноль это значит та область где у нас сильно противопевает дельта x вот это величина порядка значит ксеноль если это величина грубо говоря h в эфирме 4 дельта 0 вот значит наша такая глубоватая оценка длины когерентности отсюда мы можем написать следующую связку дельта 0 на в эфирме есть h на 4 х 0 а теперь любуемся на наше выражение на наше выражение которое я первоначально для выявл критической плотности тока переписываю его еще раз критическая плотность тока я ставлю нулик нулик это означает 0 температур ns e на дельта 0 на м в эфирме так вот это ns связываем глубиной проникновения mc квадрат 4 пи лямбда квадрат 0 e квадрат так e не трогаем m не трогаем дельта 0 на в эфирме h на 4 x и 0 ну если сейчас все это тут посокращать что не нужно m m e у нас ответ будет так hc квадрат 16 пи на е единица на лямбда квадрат на кси 0 вот мы получили другое выражение для плотности тока при нуле температуры выраженное через термо через электродинамические характеристики глубину проникновения при нуле температуры и длину копиридности при нуле температуры ну эту величину просто интересно оценить по порядку величины хотя бы с чему-то сравняется ну давайте я напомню что типичная лямбда 0 в обычных сверхпроводниках не будет высокотемпературных сверхпроводниках в обычных в обычных имеет величину 10 минус пятый сантиметр кси 0 порядка 10 минус четвертый сантиметр ну в общем это то что характерно для сверхпроводников первого рода длина когерентности больше чем глубина проникновения то есть там обычно в сверхпроводниках первого рода длина когерентности больше чем глубина проникновения ну на порядок давайте теперь подставляем все в гауссовой системе единиц так постоянная планка ну там порядка 10 минус 27 скорость света в квадратные 3 на 10 десятый сантиметр в секунду так 16 пи 4 целых так заряд электрона в гауссовой системе единиц грамм сантиметр это 4,8 на 10 минус десятый единиц СГСЕ гауссовой системы единиц ну и теперь поставить 10 минус пятый в квадрате 10 минус четвертый если мы все сосчитаем то мы получим такую величину 4 на 10 в пятнадцатой единиц плотности тока ц так ц так г с е гауссовой системы единиц но ребята нам надо выразить в привычных единицах ампер на квадратный сантиметр а здесь плотность тока в единицах тока на квадратный сантиметр в гауссовой системе единиц так вот существует связь 1 ампер 3 на 10 девятый единиц ц г с е тока то есть теперь чтобы перейти в ампер на квадратный сантиметр надо 4 на 10 пятнадцатый поделить на 3 на 10 девятый ну получается 10 6 ампер на квадратный сантиметр вот такая плотность тока получается из этих палечных соображений в сверхпроводниках первого года ну это соответствует экспериментальной ситуации то есть плотность тока при нуле температуры 10 6 ампер на квадратный сантиметр атипичная ну теперь сделаем еще последний кунштюк оказывается вот это выражение которое я написал вот таким образом можно еще получить еще в несколько иной формуле в форме Комптоновская длина волны а? это же длина волны Комптоновская какая вот это? нет а hc квадратный а ну hc квадратный нет обратно так сказать не знаю не помню так сказать давайте вот это еще выражение преобразуем еще к другой форме для оценки плотности тока при нуле температуру давайте сделаем еще несколько хрустюков так давайте опять будем стартовать с вот этой исходной формулы мы ее сейчас преобразовали вот через представили через глубину проникновения и через длину прогеренности можно еще немножко по-другому записать давайте вспомним что вот здесь стоит дельта ноль в теории бык и шрамы получали следующее соотношение критическое термодинамическое поле при нуле температуру есть дельта ноль умножить на корень из 4пи плотных состояний на уровне терми это когда мы рассматривали теорию БКШ по нуле температуру была такая формула кроме того для свободного электронного газа известно что концентрация электронов так связана с волновым вектором теории 3пи квадрат ну это значит ns при t моль это вот это надо нам будет знать а это вот сюда пойдет нам так плотность состояний известно что плотность состояния в модели свободного электронного газа можно тоже сосчитать это масса к ферми пи квадрат х квадрат если потом вспомним что е ферми это h квадрат k квадрат ферми на 2m то вот значит k ферми пропорционально корню е ферми вот сюда подставить это всем известный параболический закон так сказать плотности состояния для свободных электронов ну вот нам достаточно пока вот это так ну и теперь начнем крутиться берем вот эту стартовую формулу и начинаем ее с помощью вот этих всех промежуточных соотношений преобразовывать давайте плотность плотность тока ns на e на дельта 0 на m в ферме так 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 первое заменяем плотность электронов k ферми в кубе делить на 3p в квадрате м в ферме и вот это м в ферме это есть единица на в ферме 0 0 где 0 надо тоже заменить так продолжаю k 3 ферми на 3p в квадрате так так на е на е на единица на f ферме так а 0 заменяем на m k ферми p квадрат h квадрат надо взять из него корень это к чему приводит это приводит к следующему корню из p h c m 0 так вот от этого h квадрат линейная степень 2 m k ферми начинаем сокращать это означает k ферми так ну и теперь значит так вот здесь k ферми тоже стоит так итог итог всех этих штук k ферми в степени 3 вторых 3p 3 2 e h c m 0 2 m 1 2 1 еще и все заряд электрона связан с глубиной проникновения 4p n ламда квадрат 0 значит вот этот заряд электрона который стоит здесь получается как квадратный корень то из возражения значит e будет корень из m c 2 корень из p ламда 0 m 1 2 2 ламда 0 2 ламда 0 п 0 ламда он плановит имеет и или в а О, замечательно, E выразили как обратная величина вот этой. И теперь надо вот сюда вкрутить. Если теперь это выражение для E вот сюда подставить, пишу ответ. Оказывается, после подстановки плотность тока при нуле температур может быть записана и в такой форме. Вот плотность тока. Единица, 4π корень из трёх. Тоже формула получается не очень такая страшная. А теперь напомню, когда мы рассматривали, изучали теорию Гизбурга-Лантаула. Мы в этой теории получили некогда плотность тока в тонких плёнках вблизи температуры перехода. У нас была получена следующая формула ИС. При температурах близких к точке перехода корень из двух, 6π на корень из трёх, С. Термодинамическое поле при температуре вблизи перехода, глубина проникновения при температуре вблизи перехода. Смотрим на эти формулы. Вот эта часть получается, как будто бы, если бы мы взяли вот эти вещи с нуля температуры, экстраполировали на температуры близких к точке перехода. Или наоборот, вот это выражение экстраполировали на нуль температуру. Что в коэффициентах? В коэффициентах у них тут есть кое-что похожее. Ну, например, вот эти коэффициенты абсолютно одинаковые. У этого в верхнем стоит 1 четверть 0,25. В нижнем выражении стоит корень из двух и лить на 6. То есть, реже ли это подсчитать, ну, фактически получается, что вот эта формула является, как бы, результатом экстраполяции. Потому что, ну, на разницу вот в этих численных коэффициентах, собственно, обращать внимание не надо. Мы же получали вот этот наш нынешний результат с помощью таких очень приближенных соотношений, типа соотношения неопределенности, или там, ширина размазывания фермерского распределения. Ну, вот, тем не менее, удивительный факт с точностью дочисленного коэффициента, который почти не отличается. Эта формула является формулой экстраполяции, значит. Фактически, значит, вот этот процесс, когда с некоторого момента сверхпроводящий конденсат при пропускании тока начинает терять устойчивость и разваливаться на несвязанные нормальные электроны, это фактически критический ток распаривания. Вот и всё. Значит, вот это мы фактически сейчас получили, тогда критический ток получили распаривание вблизи температуры перехода, а сейчас критический ток распаривания при нуле температуре оценили. мы увидели, что как наличие щелей, так сказать, гарантирует нам до некоторого времени существование куперовских пар при пропускании тока с ненулевым, так сказать, импульсом центра массы. Это, значит, существует до тех пор, пока импульс относительно невелик и не становится выгодным разваливание на пары. Так, ребята, ну чё, мне надо ложиться на бруствел, ну тогда мне надо передохнуть минут пять. Дальше у нас последнее тело нашего курса, будет последний параграф, который надо передавать. Довольно большого параграфа. Параграф 13 – слабая сверхпроводимость. Слабая сверхпроводимость. Подпункт 13.1 – стационарный и нестационарный эффект Джедовсона. Ну вот, представим себе, что у вас есть два сверхпроводника, разделённые тонкой изолирующей прослойкой. Ну, скажем, обычно делает так, скажем, ну какой-нибудь белый свинец, вот эту сторону его на воздухе окисляет, и затем, значит, другой кусок свинца. Ну так вот, через такую изолирующую прослойку может идти ток обычных электронов. При каком условии? Ну вот, скажем, к одному куску мы приложим напряжение. Это напряжение разорвёт электроны, находящиеся на уровне основного состояния в парах. Электроны перейдут на уровни, отвечающие одночастичным возбуждениям. Ну, помните, я вам рисовал уровни, сделённые, так сказать, щели, вот условно, если это значит, у вас уровень основного состояния, где электроны сделаны в парах. После разрыва они переходят вот на эту систему уровней, тут какие-то, так сказать, они... Там уже нормальные электроны с энергией одночастичных возбуждений. И вот, когда они находятся с одной стороны на этой уровне одночастичных возбуждений, они квантово-механическим образом могут через эту тоненькую прослойку протонулировать на другую сторону, на свободные уровни одночастичных с той стороны. Это, так сказать, ток нормальных электронов. Однако, вот если эта изолирующая прослойка достаточно тонкая, то при контакте двух сверхпроводников может возникнуть такая ситуация, что электроны с уровня основного состояния одного сверхпроводника могут протонулировать на уровне основного состояния, куперское, другого сверхпроводника. Поэтому куперских пар на уровне основного состояния может быть много. Это не единственный электрон, подчиняющий в фермерской статистике принципу Пауле. Значит, они протонулируют на уровне основного состояния, и таким образом у нас может возникнуть ток сверхпроводящих пар через этот изолированный контакт. При этом переход с одного уровня основного состояния одного уровня основного состояния в другом не требует затраты энергии, поэтому это диссипативный ток, может идти без приложения разности потенциала. В этом, собственно, состоит стационарный эффект Джиллессона. При этом должно выполняться одно условие. Изолирующая прослойка должна быть достаточно тонкой, то есть ширина D изолирующей прослойки должна быть меньше длины крагиоретности. Динакогеретности – это среднее расстояние между электронами в куперовской парах, чтобы пары, так сказать, не разорвались и потеряли связь между собой, пока они туннелируют через прослойку. Ток сверхпроводящих электронов, вот это явление было открыто в 1962 году. Студентом-дипломником Джозефсоном. Я не помню, где он в Кембридже или в Оксфорде был. Надо посмотреть как-то. Дело было так. Приехал туда великий американский физик-профессор Филипп Андерсон, в качестве гостевого профессора. Ну, ему прикрепили студента. Он студенту дал задачку. Он говорит – поделай это то-то, то-то. Ну и вот студент посидел, подумал над этой задачкой, написал уравнение, получил уравнение традиционное, опубликовал. Профессор-руководитель к этим орудениям не примазался. Поэтому, значит, он получил свою Нобелевскую премию. Видите, когда получил Нобелевскую премию Фил Андерсон? Где-то в конце 70-х, по-моему. Ну, в общем, лет на 15-20 позднее своего дипломника. Правда, Фил Андерсон отметился во многих областях физики твердого тела. А где еще Джезерсон к вам этих, уравнение ответил, сказать честно говоря, не знаю. Ну, а после того, как Фил Андерсон создал в 62-м году эту теорию, Фейнман очень скоро придумал простую феноменологическую модель для объяснения этого явления. Вот мы воспользуемся некими такими несложными расчетами Фейнмана, чтобы вывести уравнение для эффектов Держезерсона. Значит, вы знаете, что, еще как отмечали в Дау-Гейнбург, волновая функция, описывающая сверхповедящее состояние, это квантовая функция, а квантовая функция, она имеет модуль и фазу. Далее, когда мы рассматривали микроскопическую теорию БКШ, то мы определяли волновую функцию основного состояния, напомню, следующим образом. производная по всем волновым векторам, действуют операторы рождения с некоторым весом на волновую функцию незаполненных состояний и рождают пары. Ну и вообще говоря, мы здесь для простоты брали, что УКВК вещественные. На самом деле это далеко не обязательно, на самом деле мы можем брать, скажем, УК, допустим, плюс ВК, комплексная, фаза тут какая-то, ВК. Главное, чтобы и вот это комплексное, значит, главное, чтобы квадрат модуля коэффициента УК и квадрат модуля коэффициента ВК равнялся единице. То есть у нас в сверхпроводящей функции всегда есть и модуль, есть и фаза. И когда у нас есть два сверхпроводника, то поскольку плотность электронов одинаковые температуры перехода, должны быть одинаковые физические характеристики, должна быть одинаковая плотность сверхпроводящих электронов, то это означает, что у них модули одинаковые, а фазы совершенно необязательны, потому что плотность выражается через квадраты модулей. Ну, давайте теперь рассмотрим вот два сверхпроводника, разделённых во слойках. Вот, грубо говоря, система уровней есть. Вот в одном сверхпроводнике энергия основного состояния, в другом сверхпроводнике энергия основного состояния. И когда прослойка тонкая, эти энергии основных состояний выравниваются. Дальше есть возбуждённые уровни, одночастичным состоянием отмечающие с какой-то плотностью. Здесь вот есть щель. В общем случае, здесь сверхпроводник может быть одного типа, здесь другого, то есть, значит, здесь как-то, допустим, щели в одном сверхпроводнике одной величины, в другом – другой. Но мы, в общем, такой общий случай рассматривать не будем, а ограничимся случаем, когда оба сверхпроводника одинаковые, скажем, свинец-свинец, а не свинец, допустим, не обе. Ну, а прежде чем разобрать эту систему, я напомню вам некие общие вещи из квантовой механической. Революция квантовой механической системы по времени определяется волновой функцией Пси от Т, которая удовлетворяет уравнению Шрёдингера. Вот гамильтониан, значит, волновая функция Пси. H – это оператора гамильтона рассматривая системы. Предположим, что наша система может находиться в каком-то количестве дискретных состояний. Эти дискретные состояния нумеруются каким-то квантовым индексом альфа. То есть, вот есть альфа, Пси-волновая функция в состоянии альфа. Ну, альфа один, там два, может быть три, ну, в общем, счётное число такое. Тогда вот эту волновую функцию, полную Си-Т, можно разложить по полному базису вот этих счётных состояний, собственных состояний системы. И коэффициенты разложения, значит, это будут С, альфа, Т. Разложили по полному базису вот этих счётных состояний. Поставляем это выражение и H, D, F, D, T, сумма альфа, С, альфа, Т, Пси-альфа. Ну, а справа, соответственно, оператор гамильтона действует на вот эту сумму С, альфа, Т, Пси-альфа. Что нужно сделать дальше? Дальше можно умножить наше, так сказать, уравнение слева, умножить на Пси-это, и взять интеграл по объёму системы. И учесть, что у нас значит Пси-бета на Пси-а, полное у нас, когда система, это состояние, то это должно быть альфа-бета. В результате умножим слева на Пси-бе, проинтегрируем, получаем такое уравнение и H, D, F, D, T, C, бета-т. Так, дальше здесь что? Сумма по альфа, интеграл по объёму, Пси-бета, гамильтониан, Пси-альфа, С-альфа-Т. Ну что вот это? Это матричный элемент нашего гамильтониана, вычисленный на базисе, в полном базисе наших волновых функций, систем нашей. Значит, это получим следующее уравнение Швердингера. и H, D, F, D, T, C, бета-т, альфа, H, бета-альфа, C, альфа-Т. Какой смысл имеют матричные элементы вот в этой системе с конечным числом состояний? Ну, H и бета-бета, диагональный матричный элемент, это энергия системы в состоянии бета-бета. Ну, не диагональный матричный элемент. это матричный элемент, который характеризует вероятность перехода, так сказать, вероятность перехода из состояния b в состояние альфа. Ну, и, наконец, вот эти коэффициенты C, альфа-Т. Это амплитуда состояния амплитуда состояния. А квадрат модуля амплитуды вероятность найти систему состояния C, альфа-Т. Вот, так сказать, матричные элементы какой имеют смысл учить, и, значит, эффективность. Ну, а теперь вернёмся к нашему случаю двух сверхпроводников, и предположим, что на переходе на барьеры между этими двумя сверхпроводниками возникла разность потенциалов b, которые прилагаются, так сказать, к куперским парам. И, в результате, энергия с основного состояния слева сдвинулась на ev, а справа понизилась на величину ev. ну, вот, давайте будем энергию состояния системы при v равной 0 в отсутствии разности потенциала браться за начало отсчёта. тогда, давайте вот возьмём сверхпроводники 1, сверхпроводник 2. Вот был у них уровень основного состояния какой-то в начале, который мы принимаем за 0 отсчёта энергии. когда мы приложили разность потенциалов, вот этот уровень здесь двинулся вверх на ev, а этот уровень понизился вниз на величину ev. тогда мы можем сказать, что энергия сверхпроводника 1 в состоянии 1 система, вот наша общая система в состоянии 1,1 ev, а в состоянии аж 2,2 минус ev. всегда общим. наши сверхпроводящие частицы находятся в уровнях второй системы, они имеют энергию минус ev. там ev. ну, и, наконец, давайте пусть амплитуда перехода h1, h2,1 это какой-то маточный элемент k. просто какая-то величина, которую мы не знаем. переход вот отсюда сюда характеризуется маточной величиной k. ну, и вот теперь давайте берём вот это уравнение и hd, dt, c, b, t, сумма альфа, h, b, t, альфа, c, альфа, t. давайте вот этот матричный элемент, то есть это уравнение, распишем для нашей ситуации двух уровней двухуровневой системы. так, значит, амплитуда e, h, t, p, dt, амплитуда c1, t, я левый с левого себе распорника есть e, v, на c1, t плюс переход во вторую систему с имплитудой c2 и H D по DT C2T есть, ну что здесь пишем, матричный элемент прихода Bα, то есть B1 K C1T минус EV C2T вот для нашей двухуровневой системы наше уравнение расписывается следующим образом значит C1T в квадрате это вероятность найти систему на уровне 1 давайте, значит нормируем C1,2T таким образом чтобы вероятность ну, была, равнялась плотности сверхпроводящих электронов в первом сверхпроводнике значит, соответственно во втором сверхпроводнике это будет это будет НС2 и если оба сверхпроводника одинаковы по своим физическим свойствам оба сделаны из одного и того же металла то значит C1 в квадрате C2 в квадрате это есть НС1 и НС2 просто плотности сверхпроводящих электронов вот так нормируем сказать амплитуду вероятности это значит квадрат мы нормировали на плотность значит саму амплитуду тогда мы должны написывать так C1 надо взять корень квадратный из НС НС1 ну и естественно поскольку это волновая функция у нее какая-то фаза комплексная C2 значит НС2 Е И ТС2 какая-то другая фаза теперь смотрим наше наше уравнение и начинаем считать начинаем считать производную вот от этой первой амплитуды что это такое так начинаем писать D по DT C1 D по DT вот от корня и фазового умножителя производная первого со множителя дает дельца 2 НС1 D НС1 по DT Е и ТТ1 так производная фазового умножителя дает следующее корень из НС1 и ДТТ1 по ДТ на фазовый умножитель так вот мы вычислили производную и теперь ее подставляем в первое вот из этих наших двух уравнений значит подставляем левую часть первого уравнения получаем и H единица 2 НС1 Д НС1 по ДТ Е и ТТ1 минус минус НС1 ДТТ1 по ДТ Е и ТТ1 первая часть правая часть так маточный элемент 1.1 так на амплитуду вероятности НС1 Е и ТТ1 плюс матричный элемент перехода К на амплитуду С2 значит она НС2 Е и ТТ2 вот получили первое из этих уравнений давайте что сделаем давайте умножим на такой множитель и минус вот это 1 умножаем обе части этого уравнения в итоге слева И H 1 2 Д НС1 по ДТ так от второго со множителя вклада H НС1 ДТ это 1 по ДТ Е в НС1 плюс К НС1 НС2 Е и ТТ2 минус ТТ1 и вот давайте вот эту разность фаз между первым и вторым сверхповодником обозначим одной буквы фазовым фазовым множителем фазовым множителем от второго уравнения и H 1 2 Д НС2 по ДТ минус H НС2 ДТ Т2 по ДТ Э минус Э минус НС2 плюс К НС1 на НС2 фазовый множитель но там показатель Е минус И и вот такие два уравнения получили в каждом из этих уравнений слева и справа есть вещественная часть есть внимая часть давайте в каждом из этих уравнений мы приравняем вещественные части с обеих сторон и внимые части тогда из первого уравнения что мы получим из первого уравнения мы получим два уравнения от приравнивания действительных выбор частей так два гамма НС1 НС2 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 так так это это 1 это 1 это получили из первого уравнения этой палочки так 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 и второй пары так и второй пары так такое же фактически так а нет не такое здесь минус там плюс был ДТ это 2 по ДТ НС1 на НС2 на косинус фи давайте теперь перейдем к случаю когда оба сверхпроводника слева и справа одинаковы то есть мы будем считать что НС1 и НС2 равняется плотности сверхпроводящих электронов она у них одинаково с левого сверхпроводника но надо учитывать что ДНС1 на ДТ вот так это относится насколько плотности электронов убудет в первом сверхпроводнике настолько значит она изменится и увеличится соответственно в другом сверхпроводнике вот если все это учесть то вот это значит вот эти обстоятельства учесть то у нас получится из этой четверки уравнений следующее более простое выражение так из верхнего уравнения вот верхнего уравнения если я делаю первое уравнение ДС на С1 уже Т 2К большое НС на H на синус фи уметь им это уравнение 1 так дальше для производных от фаз ДТ ДТ1 ОДТ минус ЕВ на H минус К косинус фи и производная от второй фазы ДТ ЕВ на H минус К косинус фи мы получили три уравнения три уравнения один два три вот получили три уравнения ну теперь попытаемся записать плотность тока через изолирующую прослойку очевидно что поток куперовских пар поток куперовских пар из первой прослойки поток куперовских пар из первого сверхповодника будет равняться Д ОДТ НС1 на 2 то есть изменение плотности куперовских пар плотность куперовских пар два раза меньше чем плотность электрон и пара несет каждый заряд минус 2Е значит плотность тока плотность тока будет заряд переносимый куперовскими парами на поток куперовских пар Д Т по ДТ НС1 пополам если двоечки сократить это будет минус Е на изменение уже плотности сверхповодящих электронов после того этого так ну а теперь смотрим на выражение это подставляем его туда имеем минус 2Е К большое НС H на синус Фи то есть плотность тока плотность тока она подстает в таком виде то есть ее можно формально записать так как не модуль какой-то какая-то величина умноженная на синус Фи и значит модуль вот это и значит величины стоящей перед синусом связаны с вазом многих и С и 2Е К НС 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 Дальше вот я пометил три уравнения из уравнения 2 вычтем уравнение 3 тогда слева мы получим производную от разности фаз ДФИ по ДТ а справа это то есть Д по ДТ тета 2 минус тета 1 а справа то есть из уравнения 3 вычесть уравнения 2 неправильно сказал из уравнения 3 вычесть уравнения 2 а справа получим 2 Е В НС в итоге мы получили два основных уравнения всей теории Дюнджетсона значит плотность проводящего тока равняется некой амплитуде умноженной на синус ФИ а синус ФИ содержит разность фаз которая меняется вот описывается таким законом 2 Е В НС что мы можем сделать ну давайте второе уравнение интегрируем по времени получим фаза разность фаз в момент времени Т равняется ФИ 0 ну это разность фаз какая-то исходная в начальный момент времени плюс добавка 2 Е H интеграл от нуля до Т В Т 1 Д Т 1 это какое-то напряжение которое возникает на контакте или прикладывается или что-то в общем напряжение связанное с нашим контактом через который идут электроны давайте сегодня ограничимся только простым случаем когда у нас на контакте напряжения нет В равняется 0 тогда плотность тока есть ИС на синус ФИ 0 синус ФИ 0 синус это функция ограниченная модуль синус ФИ 0 всегда меньше единицы и поэтому максимальная плотность тока вот эта максимальная плотность тока через контакт и С максимальная она равняется модулю ИС то есть если посмотреть значит это 2e k на ns на h то есть максимальная плотность тока которая может быть достигнута при нулевом падении при нулевом падении напряжения она вот определяется в этом выражении видно что она зависит от характеристик сверхпроводников слева и справа от контакта вот через эту плотность сверхпроводящих электронов а с другой стороны она зависит от характеристики контакта вот через эту некую постоянную величину k которая маточный элемент k которая определяет вероятность перехода через этот контакт если бы мы работали и вот нашей такой проститко-феноменологической теории андо то есть финмана а работали так называемым туннельным комитериантом то мы бы получили что вот эта плотность точной механической теории выражается следующим онлазом пи щель при температуре т 2 е на р большое на тангенс дельта т 2 к b т то есть здесь мы видим входят характеристики сверхпроводника через сверхпроводящую щель и во-вторых r что такое это это удельное сопротивление контакта контакта на 1 квадратный сантиметр поверхности удельное сопротивление контакта ну и вот теперь представим себе что у нас вот наш контакт характеризуется вот такой величиной или вот такой величиной максимального тока а мы задаем некий ток от внешнего источника вот берем подключаем наш так сказать контактово-электрическую цепь и начинаем пропускать электрический ток от внешнего источника с плотностью е внешней если вот этот внешний ток меньше чем максимальный ток который может идти через барьер то ток идет без потерь что при этом происходит ну текущий ток задается внешним источником тока но он меньше чем вот этот c он идет без потерь никаких падений напряжения не возникает увеличили немножко внешний ток что при этом произойдет при этом значит увеличится вот эта амплитуда синус это 0 вот значит внешний ток будет значит будет тогда равняться вот этому и сверхпроводящему еще увеличили внешний ток опять увеличится как-то разность фаз между первым и вторым сверхпроводником ну и соответственно увеличится пропускаемая плотность тока без потерь наконец в некий момент мы ток увеличили до того до того что так сказать внешний ток станет больше чем и c то есть синус на филе дальше больше меняться не может значит в этот момент ток начинает идти уже с потерями до этого ток шел без потерь вот такое протекание тока без потерь через контакт называется стационарным эффектом Джозефсона для того чтобы наблюдать стационарный эффект Джозефсона надо конечно делать контакты вот малой чтобы наблюдать ток заметный чем ток больше тем ток больше чем меньше удельное сопротивление ток тем больше через Джерсонский контакт делится потерь тем меньше удельное сопротивление ну чтобы так сказать более или менее нормальные приборы требуется чтобы контакт удовлетворял таким требованиям 10 минус 1 ом на квадратный миллиметр ну а типичные экспериментаторы делают 10 минус 4 ом на квадратный миллиметр вот если взять такое типичное удельное сопротивление контактов если взять скажем нуль температур нуль температур и типичные значения щели в сверхпроводниках энергетическое значение то получается что плотность только вот это С она порядка 10 во второй на 10 третьей ампер на квадратный сантиметр то есть максимальный ток который пропускается через типичный Джерсонский контакт 10 во второй 10 третьей ампер на квадратный сантиметр а вот к этому области контакта с изолирующей прослойки подходят обычные сверхпроводники и мы знаем вот сейчас только что мы оценивали плотность тока что она в них 10 6 ампер квадратный сантиметр то есть по сверхпроводникам самим может течь ток большой плотности 10 6 ампер а как дошел до контакта пошли сверхпроводящие электроны без потери можно пропустить только 10 во второй 10 в третьей так если нам конечно мы будем гнать через всю систему 10 во второй ну так сказать мы не будем чувствовать наличие контакта все он проходит незаметно если нам вздумалось спустить ток 10 5 у них возникло нашей электрической цепи слабое место где начинается потери так сказать энергии поток тогда вынуждено найти сопротивление ну и вот поскольку вот эти пропускаемые токи на 3 порядка примерно меньше пропускаемых токов через массивный сверхпроводник эти места получили название в сверхпроводистимости места слабых связей а все явление связанное с протеканиями токов вот в таких местах плавных связей называется слабой сверхпроводимостью слабой сверхпроводимостью ну на эксперименте эффект Джезефсона меряется так включает контакт в электрическую цепь реостатом меняет ток через барьер который задает вот внешний источник тока ИС если внешняя плотность тока меньше вот этого максимального тока ИС ток идет без потери на контакте не фиксируем падение напряжения чуть превысили все возникает падение потенциала и ток перестает быть чисто сверхпроводящим ну тогда когда возникает падение напряжения на барьере то у нас возникает нестационарный эффект Джезефсона ну об этом в следующий раз то 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 Продолжение следует...